Друзья, мы с вами смотрели на бюджетные электромобили. Офигеть, ты посмотри, машина сама едет. Вау, очень круто. А сегодня мы приехали посмотреть на премиальный бренд. Знакомьтесь, это Шерри. Расскажите, пожалуйста, о своей компании. Сколько вам уже лет? Вообще компания была основана в 2014 году. Вы себя позиционируете как китайская компания? Да, китайская. Но вообще-то китайская международная компания, так как у нас много разных офисов по всему миру. Сколько стран в данный момент продают ваши автомобили? Сейчас мы продаем только в Китае. Расскажите побольше об этих машин. Конкретно вот про эти две модели. Это флагманские модели. Мы запустили их в 2017 году. Она с третьим рядом сидений. Также у нас есть и пятиместные. И какая ее розничная цена? Цена где-то между шестьдесят тысяч долларов и восемьдесят тысяч долларов. Окей. А какие у нее характеристики? Разгон от 0 до 100 за четыре и четыре секунды. Это касается всех машин или только эта модель? Все-все машины. А давайте так, почему мне нужен именно этот автомобиль? Если вы хотите себе премиальную машину, то вы фактически получаете ее за полцены, если учитывать ценовую политику известных брендов. Таких как BMW X5? Совершенно верно. И что, он быстрее? Да, быстрее. Если вы сравниваете с X5. Ребята, говорит, что X5 она сделает вообще вот так. И реально, давайте сейчас проверим, что у нее там внутри, как она вообще выглядит. Я вот, в принципе, сажусь и посмотрите, сколько еще места. То есть, ну, реально ощущение, как будто ты сидишь просто в элитном автомобиле. Кстати, панорамная крыша, металлические такие вот вообще накладочки, карты, очень прикольно. Тут есть бесключевой доступ. Вы подходите и ручка сама выдвигается. Вы можете общаться с роботом. Его имя Номи, но вы можете его назвать как хотите. Кстати, если нужно включить кондиционер, GPS, либо вы хотите послушать какую-то песню, он это сделает голосовой командой. Интересно. Покажите, как это работает? Закрывает, пацаны. А сколько машин уже была продана вашей компании? Уже более 22 тысяч. А что насчет этого автомобиля? Это гоночный автомобиль. И в какую он цену? Приблизительно полтора миллиона долларов США. Около 15 машин продали за полтора ляма баксов. Вот таких вот, ребят. Как вам вообще? Ребят, это самый быстрый электромобиль в мире. Она разгоняется до сотки за 2,7 секунды. До 2019 года так было. Сейчас ее рекорд побили, но они уже работают над тем, чтобы сделать машину эту еще быстрее и быть снова номер один в мире. 4 сантиметра. Ребят, 4 сантиметра. Если у вас дороги позволяют, чтобы ездить с подвеской 4 сантиметра, то можете себе ее брать. Ребят, я решил позвать главного автолюбителя из нашей команды, у которого были просто уже все машины. Меня зовут Раджип, я из Калининграда. Занимаюсь недвижимостью, сдаю в аренду. Аренда. Все сдал в аренду, это аренда. Лучше аренды нет и ничего. Увидел в Ютубе ролик по поводу китайского Тесла и загорелся. Это новая тема, которая должна приехать ко мне в город. В чем ты сейчас ездишь? У меня Галле Купе, у меня Гелек 6,3 АМГ, у меня Додж Рам для охоты, у меня Лексус ЛХ 570. У меня для тебя сегодня есть сюрприз. Я хочу тебе показать лакшери, премиум электромобиль, который сделали китайцы. Хочу послушать твою точку зрения. Пойдем посмотрим. Ну пойдем, но вряд ли ты меня чем-то сможешь удивить, тем более китайской машины. Китай, ну это Китай. Да ты чего, смотри, вот LED-экранчик, раз, два, робот, три. У меня в BMW это стоит все. Человек после Гелика сел на китайский электромобиль. 500 километров нужно на ней проехать. Китай надо проверять, и не факт, что он сможет на 500 километров проехать. 300, как у многих, я там слышал, что они там 300 едут. Ну я говорю, городская машина, ну куда ты на ней далеко едешь? Здесь мне потолок не нравится. Вот именно в таком цвете он будет все время грязный. Седали так себе. Давай посмотрим сзади ее. Мне не хватает здесь телевизора. Меня немного напрягает. А сзади он тоже с обдувом или нет? Как нам сесть теперь? Назад. Так, давай с той стороны посмотрим. Блин, ну эта ручка, это жесть. Непонятно, как вот туда попасть? Посмотри, вот как попасть сюда. Это я должен туда прямо лезть вот так через верх или она все-таки как-то открывается? Не, ребят, это ужас. Мы что-то неправильно делаем, я чувствую это. Ага. Ребята, это просто я не там, где надо, нажимая кнопки. Надо поездить, посмотреть, почувствовать и сделать решение. Я тебе сейчас организую поездку прямо через 5-10 минут. Я сейчас пойду, поговорю, договорюсь и посмотришь, окей? Погнали. Обратите внимание, что когда она разговаривает с компьютером, да, он поворачивается в ее сторону. Так, здесь такая полочка, так, слушай, от стакана. О, четенько. Здесь работает, у меня в БВ я первый день сел, когда из салона выехал, я вот так нажимаю, она не открывается. А когда открылась, я потом ее минут 5 пытался воткнуть, она не заходила. Оп, все работает. Сзади очень много места. Реально, вот Роджев сидит. Я сам по себе не маленький человек. Где-то сантиметров 40 от коленей до сиденья. Вот это они сделали очень удобно все, очень комфортно, посмотрите. Так, а чего стоит там подставка для ног? Посмотри, топчик, топчик вообще. Какие минусы видишь? Минус вижу пока только в подвеске. Сейчас проехали, да, пару раз стукнули, да, жестковатая машина. И я думаю, минус будет в том, что меню будет не на русском языке. Есть автопилот? Есть автопилот, говорит, прикинь. Давайте посмотрим на это. То есть, если тут есть еще и автопилот, и она еще что-то покажет, я вообще забуду за подвеску. Ну, что она там подклацывает, я не понял. Speed? А, она скорость подклацывает. Да. То есть, вот она поворот включила, а машина сама поворачивается. Смотри, прикольно, вообще класс. Роджев, как тебе? Очень классно. Ну, вот и стоит подумать, купить Tesla за кучу-кучу-кучу денег, либо то же самое, и в два раза дешевле, и вы получаете все то же самое, что находится в практическом. Давай сейчас с ними поговорим, чтобы можно было стать их агентом в Калининграде, может быть, они согласятся. Да. Да? Смотри, это спорт режим. Да. Давай теперь попробуем разгон. До сотки. Смотри, теперь. Ой, ё-бар-о-о! Сколько? 2 секунды или сколько? До сотки. Ваобще, у меня просто все внутренности так воп, возле сиденья полежали. Мы на сотку сделали, смотри. Сотку, вы не хотите, за 2 секунды где-то, мы хотим видеть, ахахахаха. У-у-у-у-у-у. Звучит acceptance Ребята, от 430 км до 510 км может проехать эта машина на заряде, который встроен именно у этой модели. Кстати, у других моделей еще есть дополнительный ряд сидений и стоимость этой машины от 50 000 долларов до 90 000 долларов. Ребята, селфи делаем. Ребята, ну где вы еще такое можете найти? У кого там X5, X6 был написан на стенке как цель, меняйте NIO. Просто перечеркиваете, меняйте NIO. Вышел новый X5, не берите, берите лучше эту машину. Я уже хочу ее взять. Машина? Да. Офигенная вообще. Петрович, а что ты ездишь на Тесле, а не на этой? Ну, для начала купили Тесла. Для начала стартануть с чего-то надо. Тесла, у них есть свои самые новые технологии. Ну, и по цене Тесла подороже будет. Намного, правильно? В два раза. Ну, в два раза. Я хочу на свой город электрические автомобили поставить. Есть желание, есть возможности. Да, все есть. Будет сервис, к нам все побегут. У нас все хотят электроавтомобиль. И плюс заправки мы бы все поставили. У нас есть возможность поставить на каждую заправку в городе эти аппараты, которые будут заряжать. И поэтому я хочу первым это сделать. Я вечером напишу все вопрос. Сегодня вечером. Вы еще раз почитаете и посмотрите, что нужно добавить. И я вечером или завтра утром отправлю ему. Пусть он подумает в свой главный офис, узнать, как идет процесс. Первый, второй, третий. Хорошо? Да, окей. Гелик 63, который 30 литров живет и практически не так едет. И вот такая лялечка. Вот это сейчас номер один тачка, кроме вот опять подтверждающего подвеска. Да, вот сейчас мы опять ее услышали. Я опять ее вспомнил. То есть вы мне все тут показали, я уже забыл про подвеску. Сейчас она проехала и я опять вспомнил про нее. Видите эту будку? Вон там. Это зарядная станция. Если ваш автомобиль разрядился и нужно подзарядиться, вы можете прийти сюда и заменить батарею на этой станции. Он батарейку сейчас будет заряжать. А, они не заряжают батарейку, они ее снимают и меняют на другую. Офигеть, прикольно. Заехал, поменял, круто. А где она вообще меняется? Как? Вообще ничего не вижу. За одну минуту меняется батарея у этой машины, ребят. Друзья, я дальше буду снимать еще для вас выпуски про классные спорткары, про электромобили. И я хотел бы попросить вас, чтобы вы написали в комментариях, какие вопросы интересно вам узнать о современных электромобилях и электрокарах. Сделаю себе заметочки и буду спрашивать во время подобных интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА